Лето – то самое время, когда каждого брещанина постоянно сопровождают один звук. За окном квартиры, по дороге в магазин, на прогулки. Всюду жужжит триммер. Это представители коммунальных служб косят траву, которая кое-где уже вымахала. Неспешная и обильная дождями лето стала причиной бурного роста разнотравья. Для людей, проживающих в районах и имеющих рогатый скот – это радость. А для городских коммунальщиков – большой фронт работ. На данный момент покос производится у нас по улице Янки-Купалы и по Востоку. В преддверии наших проводимых мероприятий «Игр», которые будут производиться у нас в Виктории. Производится покос как механизированный и вручную. На Янки-Купалы, на данном участке, мы видим, что покос производится механизированным способом с использованием газонокосилок. Сейчас как-то трава немножко упала в росте. Нет уже такого оживленного роста. Может быть, сказывается температура, что была не такая высокая температура в последние дни. Ну, работа всегда есть. Трава всегда растет. В город надо содержать чистоте и в порядке. Поэтому работа у нас будет всегда. Ухуженные улицы приграничного города – прежде всего, это заслуга работников всех подразделений жилищно-коммунального хозяйства. Ведь именно они в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю наводят в Бресте красоту и лоск. Хотя в такой работе есть свои сложности и нюансы. Жители есть разные. Кто-то, допустим, доволен тем, что работает. Кому-то мы мешаем. Ну, как и всегда. Есть довольные, есть недовольные. Так же, как и трава. Есть большая, есть маленькая. Но нам же не объем травы, а сделать в городе красивее, чище. Ну, основной наша, основная специфика. И погодные условия, и трава. Вот сейчас, допустим, она уже сухая, такая, как проволока, вот тяжелее. Для того, чтобы работа коммунальных служб была не только быстрой, но и качественной, приобретается новая техника. Так, сегодня ПАКОС производится как вручную, так и механизировано, с использованием газонокосилок с нулевым радиусом разворота и классического исполнения четырехколесной. Преимущество мы используем, как и косилку с нулевым радиусом разворота, как и данную. Преимущество косилки, приобретенной в последнее время, с полноприводной, с высоким клиренсом, это возможность перемещения заезда на дорожные борты. То есть мы можем заезжать на тротуары, неровности, разделительные полосы, где косилка с нулевым радиусом разворота работать не может. На данный момент у нас сейчас на коммунальнике 10, в данный момент сегодня работает 10 единиц. Силами городских служб благоустройство города будет продолжаться и дальше.